Музыка 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 Вообще, почему прихожу в день выходного, своего выходного, после тяжелого выезда на тренировку, это чтобы подготовить свои коньки. Музыка еще хотел рассказать интересный момент про погоду в коламбусе очень большие перепады у нас мы в канаде наш канадское турне продолжается и сегодня один из трех выпусков нашей монреальской антологии поговорим с нашим парнем это 27 номер монреаль канадец александр романов что делаешь клюшками рассказываю грипп вижу другой вообще разница в лезвиях реально есть это единственное место во всей северной америки и во всей европе которая была специализирована прямо для хоккея пивчанский миско поиграли отдохнули и вернулись к работе ну что самое основное главная раздевалка команды это рай на земле или нет мы в раю все знал что когда коньки греют он их короче потом заморозкой специальной пшикает когда у нас такое кто-нибудь сделайте в россии в москве сделайте кто-нибудь такую поляну друзья извиняюсь что отвлекаю вас от просмотра выпуска со своей классной прической но я буквально на пару секунд всего лишь хотел сказать о том что для тех кто не знает нас есть собственная фирменная телега черкасс атлант который мы придумали классную рубрику когда на день даем игроку национальной хоккейной лиги админку и он знакомит нас со своим днем рутиной как живет чем дышит показывает раздевалку своего клуба разные интересные важные тонкости нюансы в общем рубрика набирает обороты у нас уже были такие гости как мифил сергачев Владислав Гавриков и другие ребята поэтому если ты не хочешь пропустить такую важную активность то welcome наш телегу если ты хочешь видеть неизданное с выпусков Guten наш телегу если ты хочешь видеть ролики усатого добро пожаловать в телегу ну и так же если ты хочешь получать подарки от всех конкурсов на всех платформах которые мы проводим все это мы тоже разыгрываем наши телеги поэтому наша телега это реальный кладезь полезного контента нужного и важного контента а так же важная касательно нашего блога в данный период суровых реалий поэтому ссылка будет в описании ссылка будет здесь ссылка будет везде где только можно просто зайди и подпишись все не отвлекают просмотра я пошел к о вы уж тут что ли дамы и господа всем привет для тех кто не знал вы на канале черкаса атлант с вами михаил черкасов для тех кто знал мы в канаде наш канадское турне продолжается и сегодня один из трех выпусков нашей монреальской антологии но этот выпуск будет особенный потому что мы сегодня как в дарце вот так вот взяли задержали дыхать и в яблочко попадем самый эпицентр событий потому что мы побываем в святой святых в раздевалке монреаль канэддиенс поговорим с нашим парнем которому как кажется в детстве вообще наверно вот так вот родители взяли и отключили тумблер страха и сожаления перед своими оппонентами и александр романа он их колет как белочки колет орешки здесь местные жители и болельщики дали ему прозвище царь это 27 номер монреаль канэддиенс александр романов наш молодой перспективный защитник так что сегодня будет раздевалочка обзор раздевалочки обзор тренировочного к . и и и в этом выпуске будет зашита одна очень важный и очень интересная деталь я ним не скажу вам что это за деталь вы посмотрите выпуске но сейчас дам спойлер это единственное место во всей северной америки и во всей европе которая была специализирована построена прямо для хоккея но где она была построена вы узнаете из этого выпуска так что посмотрите насладитесь вот этой прекраснейший панорамой это монреаль друзья это монреаль город в котором хоккей считается спортом номер один в котором хоккей считается религией город в котором все живут хоккеем самый титулованный клуб 24 стендли сани романов раздевалка одна очень важная интересная деталь сегодняшний выпуск будет насыщен палец вверх колокол коммент подписка на канал обязательно я же вижу что кто-то не подписан смотрит сейчас на меня смотрит и такими виноватыми глазами чувствуешь вину понимаю что чувствуешь так что быстренько вот эту вот красную серую бахнул вот сейчас вот вот на паузу ставь вот молодец все комментарий написал молодец лайк проверь проверь поставил молочек подписку закинул отлично лучше колокол все на месте ну все ладно не вижу причин тогда ребятушки задерживаться чай заварен попкорнчик все делишки лес гол мы идем в гости монреаль канэдинс шесть часов вечера мы находимся около был центра где тренируются монреаль канэдинс вообще команда особенная по нескольким причинам обычно все предпочитают утром потренил целый день гуляй как говорится сделал дело гуляй смело здесь ситуация противоположная абсолютно сейчас ждем санька и идем вовнутрь там прям стоит охрана никто никого никуда не пускает вот эта парковочка это не парковка к сожалению игроков я тоже хотел посмотреть какие тачки у ребят но видимо они где-то паркуются сзади вот такой тренировочный центр он очень большой он находится на окраине города мы ехали от центра минут двадцать пять и здесь прям такой был комплекс где собраны короче разные виды спорта в том числе и хоккей так что думаю не надо тянуть let's go my people друзья мы пришли в раздевалку монреаль канэдинс я буду в маске потому что снимать ее нельзя коронавирус как считаешь люди которые смотрят они еще даже не представляю что они сейчас уверен ну да это тренировочная наша арена мы здесь только тренируемся то есть играем мы только тренируется это раздевалка на тренировочной арене да то есть раскатка тоже проходит только здесь на игровой арене мы только играем и приходим туда ровно за за два за три часа до игры добро пожаловать сейчас покажем вам ну что у вас заняться все вещи это склад короче это сладко видишь тут все от от трусов ну это все вот так открывается как сейф какой-то тут видишь тут перчатки у людей ну то есть любую форму ты можешь в любую секунду получить то есть попросите стены уже на локоть не какие-то наплечники что-то это все вот это все эта форма меня зовут пьер жерли я менеджер по оборудованию монреаль канадиенс это мой 32 сезон в организации очевидно что это далеко не шоу одного актера у меня есть замечательные помощники менеджеров по оборудованию которые работают со мной и у каждого из них есть свои конкретные задачи есть пьер уэллет или пароход как его здесь называют который заботится обо всем нижнем снаряжении шлема толстовки все что с этим связано мы следим за тем чтобы игроки были полностью экипированы поэтому когда придет новый игрок я спрошу его что он предпочитает носить под его снаряжением мы рекомендуем игрокам использовать одежду устойчивую порезом мы посмотрим предпочитает ли игрок носить длинные штаны под своей экипировкой если он предпочитает вещи в обтяжку компрессионную одежду некоторые парни предпочитают более свободные стрижки мы также даем им шорты и футболки чтобы они могли использовать их во время тренировки каждый игрок получит тренировку либо да либо после тренировки поэтому мы снабжаем их всем что им нужно от адая пэт ланглуа занимается крупными делами которые мы берем с собой так что это включает в себя все дополнительное снаряжение дополнительные тренировочные майки и все такое затем есть ричард жениро который заботится о клюшках я занимаюсь игровыми футболками и слежу за тем чтобы о наших тренерах заботились мы выезжаем из тренировочного центра в бросе и по дороге грузовик останавливается в белл-центре мы забираем все игровое оборудование потому что снаряжение у нас есть здесь в бросере это только для практики мы заполняем остальные ящики медицинским оборудованием и все остальное что нам нужно взять с собой затем когда мы приземлимся мы направимся прямо на арену даже когда мы летим днем после тренировки скажем что едем в гостер мы приезжали в гостер и грузовик каждый раз ждал нас там чтобы отвезти на каток если нет то мы прибываем поздно ночью и сразу же устраиваемся мы делаем все примерно за 45 минут час нас четверо есть массажист клод террио который помогает и пэт делайл наш тренер по силовым упражнениям тоже поможет нам в общей сложности нам нужно взять с собой около 90 единиц снаряжения наша работа состоит в том чтобы проверять перепроверять и перепроверять наши списки вот почему у каждого есть своя специфика мы заботимся о своей работе так что с тренировочными майками мне даже не нужно советоваться с пэтом он точно знает что ему нужно принести у меня тоже есть чистые майки которые я приношу с собой на них ничего нет я также привожу цифры буквы и полосы имен у нас также есть маленькая швейная машинка которую мы приносим с собой пэт ланглуа великолепно обращается со швейной машинкой так что если мы заключим сделку и нам нужно будет быстро включить кого-то в состав и у нас нет времени на изготовление майки у нас есть все буквы и цифры которые нам нужны чтобы мы могли подготовить футболку к игре а потом мы полетим в официальной майке когда она будет готова к полету прежде всего мы любим хоккей а еще есть дух товарищества мы делимся друг с игроками это весело у нас есть некоторая свобода действий все должно быть сделано правильно и вовремя но во всем этом есть некоторая гибкость но мне это нравится я всегда буду любить это масштабно офигеть это очень круто офигеть ты все от носков до трусов там я не знаю что тут только нет да вот допустим носки носки хранятся да но там вся форма все нижнее белье все все там у любого персонала есть свой офис свой кабинет это точильщика кабинет это прямо написано его имя на пьер джерс он 45 сезонов уже в монреале работа точильщиком ну за хреновую тучу времени уже 40 40 больше 3000 игр у него в прошлом году было сколько поколений игроков он поведал да и ему на кубе передавали привет и там вот вообще уже люди которым там по 50 по 60 лет привет я пьер жерве менеджер по оборудованию монреаль канадиенс в следующем году это будет мой 32 сезон в команде добро пожаловать в мой мир итак очень важная часть экипировки игроков коньки у меня есть игроки которые проходят через тонну коньков как я бы сказал джорди бен джефф петри они проходят через пару почти каждые три недели или месяц а потом у меня есть другие игроки такие как галлахер кака с которыми мне приходится бороться чтобы сменить коньки я бы сказал что в среднем на одного игрока приходится от 6 до 7 пар в год здесь у нас есть все необходимое для починки коньков иногда нам приходится бить их потому что они слишком тугие и есть части которые причиняют боль их ногам это немного похоже на работу сапожника опять же это ослабить или расширить коньки когда они плохо сидят заклепочная машина естественно для установки лезвий удаление лезвий или меняйте лезвия когда они используются или сломаны у нас есть шесть пар лезвий на каждого игрока который мы перевозим будь то в был центр или в дороге у каждого игрока есть свой номер у каждого игрока есть пара заточенных лезвий и готовы к работе так что с шестью парами клинков на игрока мы завершаем один сезон во время игры теперь с новыми триггерными лезвиями мы можем очень легко поменять одно из них местами раньше игроку приходилось уходить со льда чтобы мы могли оточить конек теперь на скамейке запасных смена лезвия занимает 30 секунд таким образом они никогда не пропускают смену на льду тренер счастлив игрок счастлив здесь у нас есть полный перечень лезвий у каждого игрока есть запасные клинки так что после игры на следующее утро я приду и наточу лезвия которые игроки поменяли местами я автоматически меняю лезвия каждые три игры так чтобы все лопасти оставались одинаковой высоты а здесь у нас есть гравировальный станок мы гравируем вещи с помощью этого на каждом клинке у вас есть имя игрока и номер пары клинков так что это может быть галахир один или галахир 2 галахир 3 а это наш сундук который мы называем тостером он устроен как тостер это точильный станок он полностью автоматизирован он затачивает оба конька одновременно то же самое и если я увижу что лезвие в порядке и просто нуждается в небольшой подправке я просто я вставлю один и сделаю один световой проход через машину если есть более глубокие царапины тогда я смогу пройти их четыре или пять раз когда все действительно плохо проходит 10 и в этот момент машина делает свое дело и я могу пойти поработать над чем-то другим а затем вернуться это очень точно еще раз когда он работает с обоими лезвиями одновременно всегда точно так же это огромный плюс каждый игрок будет брать примерно по одной новой клюшки за игру теперь когда это вот эти композитные палочки раньше с деревянными палками если палка ударит по другой палке все что он мог бы сделать это оставить небольшой след и все но теперь это создает небольшую трещину крошечную трещину которая не видна глазу вот почему иногда игрок проигрывает на один таймерный ход и клюшка переламывается надвое вероятно потому что была небольшая трещина вызванная другой клюшкой или шайбой каждый игрок использовал клюшки которые мы держим для тренировок здесь в бросере когда мы отправимся в поездку я напишу на доске допустим мы уезжаем на две игры я напишу на доске шесть палочек пожалуйста задача игрока состоит в том чтобы убедиться что на есть шесть палочек ричард дженеро обычно берет и кладет в сумку чтобы взять с собой в дорогу игроки сами несут ответственность за свои клюшки эта комната для палочек это палочки которые нам больше не нужны и которые мы продаем в магазине наверху и у каждого игрока есть корзина с его именем а вот инвентарь за которым я слежу я слежу за тем чтобы в течение всего регулярного сезона здесь на каждого игрока приходилось по дюжине клюшек у меня всегда наготове от 12 до 18 клюшек на каждого игрока очевидно что иногда игроки либо меняют модель либо даже изгиб своих клюшек игроки сами режут свои клюшки заклеивают их скотчем все это они делают сами кстати говоря здесь у нас есть все оборудование для резки палок шлифовальный станок раньше ребята иногда меняли свой изгиб и все такое но теперь с композитными палками они больше не могут этого делать материал не выдерживает обычно в день игры утром перед игрой они делают именно это они придут сюда придут пораньше возьмут свою палку и внесите всевозможные небольшие коррективы чтобы быть готовым к ночной игре для тех кто не в курсе стена в него времени я запустил свой личный бренд одежды для хоккеистов который успешно стартовал на рынке нас поддержали профессиональные спортсмены как из кхл так из мхл сергей толчинский александр бурмистров егор яковлев вадим шипачев никита нестеров николай голдобин родиона миров михаил сергачев и многие другие спортсмены уже с нами мы имеем достаточно широкий ассортимент под любого покупателя как для мальчиков так и не забыли конечно же про девочек и детей поэтому вы можете перейти по ссылке снизу посетить наш онлайн магазин утеплиться к зиме купить худи шапочки или же уже подготовиться к лету купить классные футболочки например из коллекции с подкастом в общем я уверен что там вы найдете вещи под себя велкам наш магаз поддержите нас и одевайтесь стильно в правильную хоккейную одежду приятных покупок ссылка снизу тут они все переодеваются то есть они как у игроков также это тренерская поливок нет персонал персоналовская тренера у них свои тоже мы шкафчики то пропустили получать ну давай не такие же будем пузырь это важно здесь они переодеваются точно тоже свои видишь как наши пойдем дальше покажу вот тут у нас видео рум это там трибунка небольшая и нам показывают видосы там сыгр там тоже закрыт все ну все закрыто потому что мы отренировались сейчас ведется уборка здесь стиралка может быть да конечно я так думаю что тоже вот у человека тот кто стирает свой офис сколько стирок было сделано в этом месте сколько порошка из расходов он там по одежде у нас он все все у него по одежде все саши ты вообще это я не знаю это что за уровень я был ванкувере я был задор снимал с калгари но вот это это все тут происходит анрии уполняющего посмотреть тут просто склад всего да это масштабы огромные я не знаю в сравнении с чем вообще как считаешь в лиге есть круче ну говорят что нет нет у многих даже нет тренировочных катков ну это то есть обычная переодевалка как бы на своей арене и все у главных конкурентов торонто у них как думаешь больше нет я не знаю я на ней не буду предполагать в общем друзья тут в арене есть такой магазинчик а он как считается вроде простоковский даже отчасти вот такие баульчики канаде нас тут есть тренировочные майки разных игровых клубов видимо кто-то из игроков понатырил как у нас после просмотра знаете в какую-нибудь команду человек уезжает обязательно прихватывает собой майку видимо он хотел тоже таких любителей полно можете привести вон форму трусы например оттавы или монреале стоят они 50 чё на 50 что-то да и может быть я не думаю что это настоящее мне кажется это был очень магазин какой-то в общем ребята это оказались трусы по ходу какого-то игрока и не стоит 50 баксов все отрезаны не знаю кто-то не играл все полезно разрезано так что это прям реальный просток какого-то чувака из монреаля по им этого всего вы можете купить тут трусы и заставы из монреале в общем всех игроков нам даже супер старые вещи она тоже от а вот это воскидь стоят 119 не попадаются новые какие-то в общем и целом вот видите как раз тут майки разных клубов тренировочные прям правда про сток про сток их цена около 149 долларов за майку прям странно как-то трусы стоят как майка не знаю не понимаю этого ценообразования но в общем форма видео на шлема канадин сможете купить и перчатки он чита по уличке вот еще майки тут игроков каких-то вообще прям все есть посмотрите вон какие старые коньки старые-старые перчатки еще конечки вон лезвие вообще прикиньте раритет какой даже вот такие старейшие щиточки детские можете приобрести это вообще ребят прикол тут вся чисто вот вратарские 450 стоят чита так что тут это все форма игроков это чисто вот про сток ведь там даже написано вот все цены наименование название прикольный короче такой отдельчик ладно пойдем дальше перчатки лежат вот по акции по скидочке приобрести клюшечки тоже вон со скидосами тут все детские основном такие вон шлемачок розовенький такая тут одежда вообще магазин выглядит барахолка честно признаться какая-то из той серии когда рассказывали помните где что здесь можно купить бушную форму он даже кроссовки найти есть бушную форму можно покупать в таких магазинах как раз вот тут полно вообще детки маленькие вот такие вот как паренечек видите малыш стоит вот он с папой пришел чтобы купить какие-то конечки потому что зима потому что хоккей вот еще майки тренировочные тут у этого мужичка у него вообще магазин с историей он тут очень давно мартин бродо клюшечку ему тут оставил вот девушка вратарь в общем разные игроки оставляют ему клюшки топовые вратари и канедиенсы не только видите тут просто клюшечки видите опять же как барахолка такие даже есть с крюками под разные кошельки есть и деревяшки есть и топовые какие-то модели здесь есть все это такой какой-то похоже местные слова знаете как у нас в москве кто знает тот поймет как говорится перекупщик формы просто немного в другом виде вот у этого директора магазина приходил к нему витя флери и тут еще какие-то ребята ловите у него же история какая тянется магазик с историей друзья мои кому из игроков не нужна форма канедиенс они походу все везут ее сюда этому мужику и он уже это как-то распродает решает что с ним делать то есть вот такая вот это вот туда чекольчик какой-то трусы так что коньки есть и такого образца есть и такого образца с разным размерным рядом тут вообще прям он даже по-моему бауэр двадцатки или какие-то седьмые бауэр семерки прикиньте какие архаичные конечки здесь имеются прокатная форма тут тренировочные джерси старая форма вратарская вот такой прикольный магазинчик с историей цены на клюшках принципе все написано озвучивать их смысла нет здесь вратарские можете посмотреть ценнички здесь игровые клюшечки стоят у нас тоже можете посмотреть ну и вот такой вот он магазинчик с историей прикольный ламповый тепленький уютный видно что здесь много народа реально проходит и ребята из манреаля здесь тренируются по-любому точек конечки наверно здесь хотя у них наверное свой сервисмен но да ладно все самое нужное есть без лишних как говорится понтов и без объема такого как помните был мейджор хоккей и про хоккей life я вышел на улицу даже здесь видите прям игрок форме монреаля это означает что здесь есть полный кастом старенький баульчик такой вот все от игроков так что походу это магазин слива формы игроков они сюда как-то и сливают сервисмены ребята игроки кому что не надо поэтому вот открыли мы для себя монреале магазинчик прямо в был центре в этом про который я вам уже рассказывал так что заходите если кому-то понадобится просток тут еще есть магазин атрибутики прямо вот он рядышком здесь но к сожалению он закрыт уже не знаю но цены здесь то же самое я смотрел на сайте по ценам особых различий каких-то нет прям супер-пупер все то же самое только с монреалем и по тем же практически прайсом здесь завтракаем то есть дают еду на ничего интересного как как это просто как в отеле комната кухни но так кофемашины все два телевизора размером фрукты и овощи какие-то холодильники тоже с какими с йогуртами соки ну короче мы завтраком это все для завтрака это что а это наименование что здесь лежит что обычно вам дают на завтрак обычно либо омлет вот последнее время когда из-за пандемии все строже стало начали уже давать все в коробочку все упакованы уже заранее вот вот в этом вот из этого ящика достают все да там все очень горячая 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 вот и менюшка получается да на сегодня что все не было суп овощной сегодня был вот вот это вкусненько был нью-йорк ну еще бы стейк тогда даст ик был бы какие-то английский то выучил уже все но более-менее да ну так чтобы понять я все все пойму мы стрип лунцам он стоит знаешь как не нью-йорк берем а на завтрак обычно там омлет и ну принципе русские классика до фрукты да они вот любят это картошку на завтрак это вот у них классическая община и бред бекон я я уже я уже привык к этому уважаешь нет ну я раньше его терпеть не мог сейчас более-менее хорошо это вот распространение это даже февраль-март-апрель чтобы уже знать да если чё там куда отправишь сверять заходил ну это конечно не дай бог но вот нет я не про тебя я там про чё говорю про других ребят ну вот да так где-то накосматил подъехал сразу тут охрал календарь там куда там да тут уже показано это наша то есть локи рум передевалка обычная это твой что хрена что я ничего не храню вообще я больше все развешивает сегодня да еще сегодня все развешано это просто вещь который вчера тренировал тут даже на все еще куда-то ну тут это где столько писем это вот эти письма которые болельщики присылают игрокам просто очень много присылают чуваков которые просто продают потом эти фотографии которые не прислаживаться подписательным просто им отсылаешь он может написать это вот от имени там кого-то да может от себя написать и он возьмет фотографии продать ну конечно тут прям так делаю ну конечно у меня сразу пацаны предупреждали ну кому хочешь то есть если хочешь почитать это действительно там некоторые прям ну дети пишут возможно я уже честно говоря давно не читаю ну надо почитать конечно не уважение к тому кто пишет действительно там ребенок какой-то но в основном в основном пишут те которые хотят их просто перепродать вася тоже короче не читал и мы вместе с ним их читали здесь мы не будем повторять подобную практику я не знает я не знаю пацанов или в основном вот такие вот письма вот они а вам прям их сюда до кладут про нет 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 ведь за кто положил просто тут водичка энергетики а это просто наше это общее или просто кто-то положил свои задолженности за вставки вот эти на игру знаешь что эти ну-ка расскажи как это делается давай еще раз освежаем память перед игрой значит ну если ты там допустим раньше играл там каком-нибудь торонто да и сейчас ты перешел в монреаль ты перед игрой пишешь на доске там 500 долларов что-то ставишь если выиграет команда ты отдаешь деньги если проигрывает ты не отдаешь как-то понимаешь все оплачено оплачено долгов нет молочек она это что-то боди это 15 числа вот это жирок будет проверять сколько жира тут конечно уже может и проблем загвоздочками ничего ничего время то есть а сейчас я бы хотел поблагодарить за поддержку в такое нелегкое время партнера моего канала компанию лигу ставок не забывайте что близится плей-офф национальной хоккейной лиги где колорадо будет пытаться забрать кубок потому что в таком составе эта команда может сделать это к сожалению в последний раз так как все вы знаете что скоро конец сезона у игроков заканчиваться контракты платежка не резиновая всех нужно переподписывать и к сожалению скорее всего колорадо ожидает очень долгая перестройка и прямо сейчас команда может побороться и попробовать взять этот трофей но не забываем что там же рядом там по флорида и другие клубы в общем друзья этот год хоккей по-настоящему жаркий даже несмотря на то что нашу страну к сожалению лишили практически всех мировых первенств поэтому чтобы смотреть хоккей интересней вы можете сделать свой прогноз ставку вместе с компанией лига ставок а если вы сделаете по ссылке закрепленном комментарии то автоматически поучаствуете в классной акции джекпот где призовой фонд равен 450 миллионам рублей которые разыгрываются каждый день каждую неделю и каждый месяц делай свой прогноз по ссылке в описании и забирай джекпот большой куш а мы продолжаем смотреть выпуск самые внимательные кто в открывашке к этому выпуску услышали что мы побываем только на тренировочном катке возможно на секундочку подумали что вас где-то обломали но нет ребята все потому что у монреале есть такая фишка что команда тренируется вот на одном катке а играет на другом катке оба они называются был центры причем на основной арене даже в день игры команда не проводит раскатку она проводит раскатку на тренировочном катке и форма помните кто смотрел подкаст форма есть здесь своя форма тренировочная здесь своя форма игровая даже форма не переезжает она вся находится на игре то есть игроки, просто там откатали раскатку, поехали домой, поспали, покушали, отдохнули и пришли на арену. Тут уже все готово, на основной был центр и сыграли. Поэтому вы понимаете, что никакого доступа для блогеров там и в помине быть не может. То же самое не будет обзора матча, обзора инфраструктуры арены, сравнения цены и атмосферы, потому что ковид, коронавирус здесь до сих пор не пускает болельщиков на матчи. И в другом выпуске я вам уже рассказал почему здесь так и почему все соблюдают какие-то ограничения. Та же самая история с тренировкой. Нам не разрешили ее поснимать из-за ковида, здесь все очень переживают. Ну есть как есть, сразу извиняюсь. Чем могу, как могу, так и делаю. Так что друзья, сорян. Но не стоит ни в коем случае расстраиваться и обламываться, потому что мы ребята современные и мы решили сделать очень интересную фишку, очень современную. Вы побываете на арене Монреаля онлайн. То есть вы увидите ту же самую арену, всю инфраструктуру, всю атмосферу матча, просто вы увидите это кадрами, без моего лица, так даже будет на самом деле лучше. Вы увидите это просто кадрами с возможной небольшой озвучкой и прекрасно посмотрите и убедитесь, что там все хорошо. Посмотрите атмосферу, инфраструктуру. Здесь переживать не стоит. Что касаемо раздевалок. Раздевалка на тренировочном катке, как раз таки даже об этом говорят все игроки, что она-то как раз и является главенствующей, самой обширной, самой такой масштабной, насыщенной, интересной. То, что находится на основном болт-центре, где играет команда, там раздевалка сильно проще и смотреть там особо нечего. Поэтому, по факту, вы ничего не упустите. Атмосферу посмотрите, инфраструктуру посмотрите, самую лучшую раздевалку посмотрите, тренировочный каток посмотрите. Вуаля! Все в силе, все в деле. Единственное, из классического выпуска дня с игроком не будет квартиры и машины, потому что Саня совсем недавно переехал в новый дом, ничего еще не разложил, там, как он мне сам сказал, бардак и буквально готова только лишь одна комната. Ребята сейчас расселяются, раскладывают свои вещи, поэтому не будем их напрягать лишний раз. Эти машины и кирпичи, они одинаковые, что в Канаде, что в Африке, что в России, мы решили всю эту историю с обзором машины и квартиры заменить на другое, но очень важное и интересное. Я опять не скажу вам, что это такое, я просто скажу, что это каток в очень-очень необычном месте. В общем, все увидите в выпуске. Короче, ничего не упускаем, альтернативу мы нашли. Все в курсе, что канадцы являются непревзойденными фетишистами в делах, касающихся хоккея. Они делают катки и хоккейные коробки там, где это возможно. К примеру, на этом видео человек сделал, по сути, мини-копию настоящей площадки прямо на своем заднем дворе. Посмотрите, даже есть реклама. Разберем и второй пример. Здесь молодой человек залил хоккейную коробку прямо у подножья своего дома. То есть ты прям встаешь с постели, надеваешь коньки, выходишь, прокатываешься до каточка, вуаля, играй, сколько влезет. Это что касается катков на очевидных локациях. Такие есть у всех. Этим здесь ты никого не удивишь. Но сегодня мы нашли место, которое по-настоящему удивит вас. Эта локация является воистину необычной. Так, к примеру, многие люди уже видели теннисные корты на высоте. Такие есть и в Дубае, в Буржуэль-Арабе, в отеле Парус, очень популярном. Есть футбольные поля и футбольные коробки, к примеру, в Бразилии на крышах домов. Но кто-нибудь хоть раз видел хоккейную коробку на крыше дома? Нет? Тогда сегодня мы вам ее покажем, потому что она находится вот там. Представляете, мы в Монреале. Это хоккейная коробка на крыше. Да, она не единственная в мире, но тем не менее, она на крыше. Это очень необычное место. И прямо сейчас мы направляемся туда и расскажем вам про это подробнее. Так что погнали. В общем, друзья, вообще нам запретили здесь снимать, но мы, как обычно, тайком прокрались, так что обо всем быстро. Сразу же поднимаемся на последний этаж, то есть все снизу это коворкинг пространства. Я сейчас вам подробнее про это все еще расскажу там. То есть вы выходите, поднимаетесь на самый верх, здесь чисто спортивная зона. Тренажерный зал вот такой, причем, кстати, достаточно хороший. Тут все уже начинается резиновое покрытие, потому что начинается спорт конечки. Проходим сюда. Хорошая раздевалка. Есть все. Кухня, холодильнички, тут санитайзеры, мусорочка. Это не раздевалка клуба NHL, это не раздевалка клуба CCHL, это просто классическая раздевалка в коворкинг пространстве в Монреале. Пойдемте, пойдемте. Резиновое пространство, шкафчики. Посмотрите, какие шкафчики. Все с заботой о людях, чтобы ценные вещи закрывались. Замочек, вешалочки, крючочки. Все пространства, подножки, не подножки, все есть. А мусорочки, огромный телевизор, который здесь стоит, что-то там посмотреть, что хотите. То есть ключики, все за ширмочками. Мусорочки пива, потому что где хоккей, там и певчанский, правильно? Ну, это вообще плохо, поэтому алкоголь вредит вашему здоровью, не употребляйте его. Захотели, кофеечку попили, переоделись, согрелись, тренажерный зал, то есть все, есть, вы представляете, да, уровень. И вот такая прекраснейшая панорама на город, про которую я вам сейчас еще расскажу. То есть, что хочется сразу отметить, что это всего лишь офисная раздевалка и офисное пространство в Канаде. Друзья, в детских школах России хуже раздевалки во многих местах, нежели в Канаде, или просто в коворкинг офисе. Но это еще не все. Самый сок вас сейчас ждет. Пойдем за мной. Так вы переноситесь из раздевалочки, выходите, надели свои конечки или, если надели, можете сделать это здесь. Приготовьтесь. Вы готовы? Пойдемте. Ну что, друзья, надеюсь, вы успели насладиться этими безумными видами. Лично для меня это самый красивый каток, который я видел. Локация изумительная. В этом районе фишка еще в том, что все здания достаточно низкие, а здание, в котором находится каток, оно высокое. И поэтому открывается изумительный вид на такую городскую панораму. То есть все эти готические постройки видно. Даже видно Олимпийский парк, про который, помните, я рассказывал, что 30 лет в Монреале расплачивался с долгами. И в этом парке как раз-таки Олимпийском есть башня, у которой угол наклона больше, чем у Пизанской башни. То есть это самая наклоненная башня в мире, насколько я знаю. Поэтому вот такие дела. Это, короче, тоже наш прикол. У нас есть здесь вообще статистика. Сейчас ничего не висит, потому что не было, ну, матчи были отменены из-за ковида. Вот, есть такая фигня гриди-боб. Самый полезный игрок у нас высчитывается, короче, тренер, вот, Алекс Буроус. Он высчитывает сколько процентов, когда ты проиграл единоборство, не сыграл в стейк-шайбу, блок-шот, все вот эти мелочи, которые, типа, самые главные мелочи в хоккее. Он их все высчитывает, игрок, у которого лучший результат, лучший процент. Ему в конце победной игры дают вот гриди-боб. Теперь понятно, почему-то столько людей колоть стало в этом сезоне. Ну, там не только хиты, там, блок-шот, стик-он-пак, то есть, ты должен, чтобы игрок не проезжал тебя за спину, то есть, ты должен, ну, там вот эти мелочи, они, короче, высчитываются и суммарно. Ну, этого чувака прям не любят, ему в нос в открытый допрос. Ну, да, можно вот так вот ему перейти. Давай, хоть в лоб, но не в нос. Перевесим это вот. Тут есть какая-то статистика интересная по тренировкам? Тут просто расписано. по тренировкам нет, вот именно по играм, по играм обычно вот здесь все висит. Вот здесь висит все по играм. Статистика вот этого, так сказать, гриди-боб вот этого эворда. Прикольно, прикольно. Это прикольно, да. Ну, ты видишь, у нас не очень много игроков в этом сезоне. Ну, все вот эти фотографии, это, конечно, блин, как музей у нас. Ты вообще, раздевалка, правда, историческая. Ну, пойдем тут в туалет, зайдем, что, где мы моемся. Очень интересно, посмотрите, у каждого игрока своя бритва просто. Это, ну, клуб, да, тоже закупает, все вешает, развешивает. У нас, короче, есть такая фигня, щетки, короче, на которых уже есть паста. То есть, ты уже открыл, начал, ну, и можешь чистить зубы уже с пастой, а там уже есть. блин, все сделано идеально, но ты, ну, представляешь, все для тебя сделано. Все, только выходи на лед и играй. Видишь, что такое? Это ополаскивается. А, это листерин такой? ты можешь вот отсюда достал отсюда. Объем листерина. Вот, вот отсюда достал стаканчик, налил. Это про кого говорили, про Морло, или про кого, кто зубы чистит? Я не помню, не помню. У него такая с пастамира стоит. Ну, смотри, всякие. Тут за красотой, да, так поухаживают, там, у всех свое тоже. Да, да, ну, у меня здесь я только вот расческой пользуюсь. из-за этого все. Вот душ. И мозаика все выложена, видите? Не, блин, красотища, красотища. Красотища, сто процентов. А там? Здесь у нас две бани, и... тут этот хамам, получается, там? тут ледяная вода. Там баня. Тут ледяная вода. Тут горячая вода. Горячая. А там вот... Я понял, с сопротивлением. с сопротивлением плавания. Ты плавал там? Нет. Я вообще, ну... Не находишься, да, особо? Ну, редко. Потому что обычно всегда игры, а перед играми я ничего не морожу, там, тем более в горячей воде я никогда не сижу. Ну, баня хорошая, нет, но я, я был пару раз в этой, и в той. Как ты устанавливаешься? Если ты в теплый, холодный... Я восстанавливаюсь дома, еду сразу домой, и все. Кушать, спать, да? Побрился, помолился, все, уехал. И восстановился. И восстановился. И все. Но если опустить подробности про эту красоту, с ней, в принципе, и так все понятно. Разберемся по ценам, потому что удовольствие это не бесплатное, и люди, которые ходят сюда, вот эти мужички, это все ребята, которые арендуют здесь каворкинг пространства. Что такое каворкинг пространства для тех, кто не силен в неологизмах? Потому что сейчас язык развитого технологичного бизнеса, он порой путает мозги многим людям. В общем, каворкинг пространства это такое место, которое арендует фрилансеры для того, чтобы их инфлюенсеры пробивали бенчмарки. Понятно? Вот и мне ни хера не понятно. И сейчас скажете, ты нормальным языком можешь выражаться, как мы, хоккеисты, и я вам скажу, конечно, ребята, так что перевожу на русский язык. Эти ребята фрилансеры, фрилансер это человек, который либо работает на себя, либо внештатный сотрудник, который работает из дома, вне офиса. И, соответственно, некоторые ребята, фрилансеры, они не могут работать дома по тем или иным причинам, потому что дети, потому что неудобно, не нравится, им нужно арендовать какое-то офисное пространство. И как раз таки вот эти вот места, каворкинг офиса, они позволяют это делать. Сюда может прийти любой человек, арендовать себе место, условно, например, заплатить там 50 долларов, в эту цену у тебя будет включено рабочее место, там какие-то кофемашины, такие расходнички, туалет, вай-фай. У некоторых входит сюда питание, еда и джим, ну, тренажерный зал. То есть это не стоит 50 долларов, это просто мой пример. Условно, за 50 долларов вы получаете вот такие услуги и можете прекрасно поработать, там, помыться, потренироваться, все в одном месте. То есть с фрилансерами и с каворкинг-пространством мы, в принципе, разобрались. То есть вы понимаете, что обычные мужички приходят сюда в течение рабочего дня, они как-то коперируются, скидываются деньгами за лед, снимают это пространство, выходят, играют в хоккей, то есть сидят такие, например, работают, работают, потом что-то по трем-часам мне, слушай, что-то я так устал работать. Вась, Петя, не хотите рубануться, пойти 3 на 3 в хоккейчик? Вась и Петя тоже соглашаются, они скидываются деньгами, если место свободно, вот так ребята выходят, играют, потом приходят, переодеваются, моются и идут дальше продолжать свою работу. Мне не хватает воображения, чтобы представить эту картину мира у нас, например, в Москве. То есть я такой сижу на работе где-нибудь у себя, шеф там меня ругает, у меня дедлайны, у меня какие-то проблемы рабочие, я такой днем, слушай, что-то в хоккей хочется играть, и мне не надо там перить через всю Москву 2-3 часа я могу просто подняться на крышу дома и покататься с офигенным видом, с классным льдом, со стеклами, с обрезанным также льдом, он не залезает, эта вся налить на бортик, шайба никуда не улетает, качество льда хорошее, он заливается, хорошие ворота, а летом эту площадку трансформируют в баскетбольное поле, и летом здесь играет баскетбол. Невероятно, я не знаю, что еще говорить. Мы проходимся по ценам. Так, арендовать этот каток на час для тех, кто арендует здесь каворкинг пространство, будет стоить 204 доллара, но если вы просто там местный, который хочет покататься, вы также имеете право снять этот лед, и для вас цена будет 240 долларов, то есть на 36 долларов дороже, 36 долларов делают скидку для местных, точнее для тех, кто снимает каворкинг пространство, ну в принципе понятно, да, почему, чтобы двойной доход был. Обязательно вспоминайте, что еще идет 15% налог к этой цене. Выезжает вот такая трахтелка, это какая-то суперинновационная заливочная машина, я первый раз вообще такую вижу, это как какая-то, не знаю, смарт, знаете, автомобили в мире заливочных машин. В общем, на час стоит 240, на два 455, это для обычных людей, час 240 и два часа 455, но есть также и блоки, блоки на 10, 15 и 20 тренировок, условно там 20 тренировок вам выйдет в районе 305 тысяч, цена как бы достаточно большая, там выходит около 15 тысяч, около 15-16 тысяч за час льда, но в принципе за такую локацию я считаю, что это абсолютно нормально, здесь играют 3 на 3, 4 на 4 и только маленькие китцы прям могут играть уже 5 на 5, с ротарями, прям есть и зарубы, есть и мужички, не только которые уходят здесь играть в обед, но и играют по вечерам, днем и команды собираются, тут есть полное освещение, везде лампочки, колоночки, то есть все абсолютно арена обладает полным фаршем, она функционирует, есть заливка, есть ворота, есть все, поиграли вот так здесь, потом например пошли в раздевалочку, переоделись, согрелись и идемте сюда, почему певчанский то был в раздевалочке, потому что после этого вы выходите в гриль зону, вон есть столики, вон есть гриль, он накрытый, певчанский, мяско, поиграли, поварились, покутили, отдохнули с хоккеем и вернулись к работе, вот так вот канадский образ жизни и работы, если у нас люди впахивают по 10 часов там на своих работах и получают по 30 тысяч, то здесь люди с кайфом и работают, и катаются, и пьют пиво, кушают мяско, и до канадцев например, когда рабочий день заканчивается, то есть вот там 6 наступило, все, канадца вы уже не найдете ни на рабочем месте, не дозвонитесь, не допишите и всему, потому что все, день рабочий окончен и при этом всем еще здесь очень короткие рабочие дни, они короткие, канадцы могут уходить с рабочего места и все, вы до них не дозвонитесь, то есть не как у нас в России, ты 24 часа должен быть с шефом, с каким-нибудь на связи, и при этом всем у тебя есть вот такие вот опции классные, поиграть, потренироваться в джиме, покушать барбекю, пожарить мясо, попить пиво, и при этом всем еще позаниматься своей работой, то есть все в одном, все в фане, не только хоккей, но и работа здесь тоже как фан у них ведется, это не может не радовать, и конечно, хотелось бы, чтобы у нас уже тоже эта тема развивалась, развивалась, и были такие похожие, какие-то катки, похожие здания, я прям кайфанул, ребят, и надеюсь, что вы тоже, и я такого не видел, первый раз на моей практике, но это абсолютно топ, и я предлагаю вам отдельно насладиться заливочной машиной, это приспособление, оно на каких-то еще литых дисках, посмотрите, вообще классная штука, ну так мы еще к самому интересному не пришли, что еще? так, а вот тут поподробнее, с чего начать, давай отсюда на всем по порядку, это новые шейкеры, каждый может подойти взять себе новый шейкер, да, просто их еще здесь, видишь, всего три стоит, мало, потому что все в мойке, вот здесь биостил каждого цвета, это не смотрите на то, что так мало, их постоянно добавляют сюда любого вкуса, вот мой красненький, самый любимый, опа, запрещеночка, а что написано, а что написано, а карантин что написано, рекавери написано, белый порошок, что за белый порошок взял, а вот, вот те, для того, кто задает такие вот вопросики, вот тут вот даже все написано, что это такое, заборе, знаете, Саша тоже написано, на самом-то деле, это у нас рекавери, рекавери, конечно рекавери, таким только рекавери и делать, что это, протеинчики, восстанавливали луки какие-то, это вот клюшки всех игроков получается, так, Санчес, показывай клюшки свои, где твои стоят, родные, почему какие-то выше, какие-то ниже, нет, они в основном все, ну вот это что, все, она просто так стояла, я их даже не режу, мне просто приходят, я сразу замар, ну ты их потому, что уже сразу делаешь, наверное, под свой рост, да, я не знаю, кто-то режет, кому-то приходят режут, нет, ты их заказываешь, у тебя же спецзаказные, правильно все? да, конечно, что делаешь с клюшками, рассказывай, гриб вижу другой, гриб другой, я сделал гриб, вот, под Петри, хорошего, у него гриб классный, просто, гриб классный, ладно, дальше, загиб, это П90, классика, или что-то добавлял, нет, это ровно классика, П90, но я сейчас буду думать о том, чтобы перейти, или попробовать, вот мне посоветовали, вот такой загиб, он, это что, спецзаказ тоже, ну это все, это как этот, как сакик, раньше, вот, ну они приблизительно одинаковые, вот если так вот позволяет, они, ну, идеально одинаковые, у меня просто, загнут носик, мысочек загнут, неудобно? я не знаю, ну мне просто посоветовал, один очень умный, грамотный человек, аа, я даже понял, кто это, это тот самый тренер, который тренер, это не тот самый тренер, раскрыли, раскрыли, я слышал про вот этого тренера, по хоккею, что это реально такие чуваки есть, и причем это какие-то в прошлом, топовые игроки, легенды, да, я не помню фамилию, мне тоже про него рассказывали, Адам Аутс, во, и что у него очень дорого стоит вся вот эта вот тема, в год, больше десятки баксов, да, ну, в год, да, а 30 где-то, чуть меньше, просто попробовать хотя бы заказать одну, я понял тебя, я понял тебя, блин, это прикольная тема, что вам так советуют, вот эти скрытные тренеры, имена которых нельзя произносить, какие-то фишки, я рад, что ты стал сработать с этим человеком, это топ, это Уайдман, Уэйд Тренинг, типа, утяжеленная клюшка, можно потрогать, нет? потрогать, но он, я не знаю, никогда и не бросал, он тот кто-то стоит, а, это прям даже полноценная клюшка, кто-то делает такие утяжеленные клюшки, специально, да, да, ух ты, интересно, прикольно, ой, у Кофилда-то какие, коротенькие, руки, смотри, у него даже от Дрейка клюшка есть, я что-то видел, но я не знаю, что это Дрейка, это Дрейка, фирма, у Кофилда клюшка, ну у него вот, это его значок, типа, Октоберс, это его фирма Дрейка, да, видимо, с Шервудом какая-то, спроси у него завтра, интересно реально узнать. Короче, у Сани 85-й флекс, 90-й загиб, и только в гриппе есть, какой-то кастом. Так вот местные привозят своих детишек на тренировку, ставьте лоис те, кто приезжал на тренировку в форме, когда был маленьким, тут получается дворец-то оказывается для всех, не только для Монреаль Канадиенс, но и для детишек тоже, так что вот такие вот миньончики желтые, бегут на тренировку вечером, я тоже так когда-то ходил, а вы? Вот так выглядит холл в тренировочном центре Монреаля, все легенды клуба, безусловно, должны висеть под сводами арены, коробочка вот такая, детки, трибуна для того, чтобы родители смотрели за игрой, получается здесь несколько полян, я вот только сам зашел, еще не осмотрелся, пойдемте будем вместе с вами это делать, футбольное поле, мы вообще зашли, получается, вот оттуда, где я вам сейчас снимал, наверх, все снимаю на телефон, потому что с камерой нас точно здесь никто не пустит, форма для чего-то я не знаю, в общем, сами потом смотрите, переведете, в общем, здесь футбольное поле, три, за ширмами получается, раз, два, три, тут хоккейное поле, наверное, их тоже два или три, вот такой холл, все вот так вот тут красиво, иго, здесь везде это иго, не знаю, что значит иго, но чую, что название комплекса, тут буфет, где родители могут попить чаечку, кофеечку пока, ждут своих детишек, вот такие трибуны, тут малышня, не знаю, все ушли, малышня нет, видимо, как вон хайл у них, доп тренировка тоже, безограничного количества времени, тут такой комплекс, тут много всего есть на самом деле, и это прям надо разобраться более детально, в этом все, мы приехали чисто Сашу снять, но как бы нет, вот еще одна поляна, я так понимаю, это уже какая-то, наверное, прямо на которой тренируется Монреаль, также все легенды под сводами, ну, в принципе, классика, там, наверное, какой-то выход к раздевалкам, скорее всего, я так понимаю, и тоже барчик, то есть бары тут на аренах, они вообще штампуют, будьте здрасте, любимая их история, попить пиво, у них прям хоккей и пиво, или алкоголь, это вообще вещи, которые не сочетаются друг без друга, здесь физиотерапия, медицинская, какая-то клиника для реабилитации, судя по всему, видите, прямо находится в арене, чтобы вы могли тут, если какие-то болячки возникают, быстренько их залечить, там всякие спортсмены именитые, не именитые, ну, и там, наверное, уже зона какая-то Монреаля, там вон лежат эти бортики, целым комплекс там большой, конечно, очень классный такой, свеженький, чистенький, новенький, видно, что недавно, похоже, его построили относительно, вот такие коридоры здесь, все видите, из этого кирпича, также легенды клуба размещены, вот раздевалочки внутри, детвора там переодеваются, то есть вот такая вот прикольная аренка, раздевалки, правда, классные, все в камушке, вон расписанница у них, вот так, видимо, на телевизоре, вот такой прикольный центр, вон выход на футбольные поля, тут переодевалки на хоккейные, друзья, к вопросу о детских тренерах в Канаде, вот вышел детский тренер, то ли чей-то отец, то ли, я не знаю, кто это вообще, но выглядит он в сравнении с нашими тренерами, ну прям как-то вообще, знаете, по колхозному, ты сюда зачем приходишь? В хоккей играть научиться? Или карпней подготовиться? И в принципе тренировки у них вот так вот странно выглядят, то есть ребята тут вообще ни по ни в чем, кто в одежде, кто во что гараж, но посмотрите на тренера, он в маске, потому что безопасность, потому что без маски, без шлема, и атрибутов защиты, здесь на лед выходить нельзя, то есть тренер обязательно тоже должен быть защищен, но в целом тренировки проходят действительно в лайтовом, фановом формате, потому что, как вы знаете, тренируют здесь не профессионалы, а вот просто, да, родители, и может сложиться ощущение некого хаоса, что происходит вообще не пойми что, но на самом деле нет, идет рабочий процесс, и вот такой рабочий процесс с детства дает плоды, да, как мы видим, олимпиады и другие чемпионаты выигрываются, поэтому, что хочешь мне говори, когда можно сказать, но результат ответит все равно на все вопросы, кто прав, кто виноват, как детей можно тренировать, как нельзя, это безусловно самое начало тренировки, но даже у нас начало тренировки происходит, чтобы все по свистку вышли вместе, не по отдельности, а то тут один сначала вышел, потом второй, потом третий, и все вот это тянутся, тянутся, какой-то хаос, с шайбами сразу эти тренировки начинают, у нас, конечно, все намного жестче, выход по свистку, шайбы, когда тренер даст, здесь во всем полный фан, полный фан, вот детская тренировка, пожалуйста, так что вот так, друзья, вот-вот, подозвал он их, свистнул, вот они все подъехали, но это похоже уже больше на Россию, один бросает шайбы, второй там где-то плетется, третий еще что-то, а вот похоже помощник тренера, восемь человек и вратарь, интересно, что сейчас будет за упражнение, сейчас посмотрим, вон у них бутылочки, шайбочки, конусы, кстати, ворот тут вообще очень много на всех аренах, то есть видите, раз пара, два пара, там получается три пара, четвертая стоит, еще на том каточке, вон тоже есть несколько пар ворот, поэтому вот так, и вон тоже есть несколько пар ворот, Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты, карбоновые наклейки прям Это не наклейки, он наш сервисмен сам откуда-то вырезает Ну не вырезает, а вот сам приклеивает Слушай, первый раз такую штуку вижу вообще прикольную Блин, да я задавался хромать потому что уже после каждого года Ну я потому что постоянно на меньше 100 ухожу Ну посмотри на мою ногу нафиг Мне пролетело в шишечку и все в трындец Охереть Это же, ну это же прям Там кровь внутри, да И где-то вырезать надо? Я не знаю А как ты конек надеваешь? Да легко А она не болит, она не болит, там просто шарик крови Слушай, это жесть, ну накладка реально четкая Это не вот эти, да, огромные такие пластиковые Вот, я в них ненавижу, я сразу же сказал, что они у меня всегда были Я их никогда не надевал, потому что очень тяжело в них Ну не то что кататься тяжело, это конечно отговорка какая-то странная Но просто, блин, мне некомфортно просто Ну некомфортно, да А в этих они как один слитный такой конек и очень удобно Ну и плюс они карбоновые, легенькие такие прям Да, они легенькие и если прилетает, как бы, ну ты представляешь, посмотри, какой слой Ну она толстенькая такая, да Ну реально спасает, прилетал уже? Нет еще Ну надо, проверочка завтра Нет еще, но я думаю, что ну 100% лучше Ну вот видишь, еще минусы их по сравнению с пластиками, что вот здесь ничего не защищено А там защищено полностью Да, да, да Слушай, а почему на Туковске меняешь стаканчики? Там же вот ССМ обычно такие Да, потому что я всю жизнь на Баурах катался и я уже привык, то что... Туковские лезвия, да? Да, Туковские И очень удобно вот с этим чипсом Да, а на тех было тебе неудобно, некомфортно, да? Я даже не пробовал, вот сразу переходил Сразу Я, чтобы не вот эту посадку вот эту не менять, чтобы уже просто поменять сам конек Потому что я когда переходил к Бауру на ЦЦМ, у меня все было ЦЦМ, то коньки Бауру Мне надо было просто перейти на коньки другие Ну сейчас все хорошо Да все хорошо С коньками что-то еще необычное делаешь? Не, ну видишь, тут номер, блин, его не видно Ага Если ты можешь заметить, это вообще таксы, а таксы бывают только желтые Да Вот я и хотел узнать, а почему у тебя красные? Это цвет сделали? Да, здесь делают на выбор, мог под клуб сделать синий или красный Ну вот выбрал красненький цвет, не знаю, прикольно Для Монреаля, короче, нет преград, любые сделают, какие хочешь, да? Так они же здесь их делают Ну да, а желоб какой-то хочешь? Ты ему просто вот так А я даже не трогаю, они сами ходят, забирают, все приносят То есть каждый день точно Что это за... Блин, ну ты посмотри, как здесь все, посмотри лезвие как лежат У каждого Это рай на земле или нет? Мы в раю сейчас? Я уже умный Слушай, ну не просто так говорят, что Монреаль это, ну, мека-хоккей Здесь, ну, здесь иначе... Ну, обычно так говорят про Торонто, но мы в этом выпуске... Нет, ну в смысле, когда так про Торонто говорят, Монреаль, мека-хоккей Здесь хоккей заберет Вот Закус посла, сейчас Закусим, сейчас подеремся здесь еще Я раньше на Романаджах играл, здесь нет Романаджах Здесь вот степы котируются Ну, и как бы легко было перейти Вообще разница в лезвиях вот реально есть или нет? Реально есть Прошлым летом мне предлагали, я пробовал коньки Ну, даже сам посмотри, мне кажется, что это широкое лезвие Вот у кого-то узкое лезвие, вот это узкое, смотри, какое лезвие Видишь, какое лезвие узкое, а вот это широкое у кого-то А, ну, устойчивость улучшается, да, потому что, типа, шире Ну да, но, наверное, все равно, когда, знаешь, когда что-то прибавляется Когда-нибудь устойчивость, маневренно, знаешь Ну, вот ты заметил при переходе с лезвия на лезвие? Ну, не знаю, поменялось ли что-то или нет, но Но пусть будет так Пусть будет так, потому что здесь в Романаджах особо, как бы, некомфортно играть То есть тут я не парюсь по поводу лезвий, понимаешь? Вот эти степы, это канадская хрень, она есть здесь всегда Всегда-всегда-всегда, то есть я даже тебе не заказываю ничего То есть они всегда тут есть, я не знаю, сколько здесь у них пар этих лезвий Они тут всегда, ну, я не знаю, большинство, мне кажется, играет Либо в родных, либо вот таких, потому что есть бесконечное количество пар Романаджи мне приходилось париться бы самому, постоянно их заказывать из Финляндии они что-ли Ну да, да, слушай, ну это крутяк вообще, это фреки Это он так приходится, 30, наверное, так, что тут у меня чучки поехал, да, Точильчик? Да, сто процентов, ну они рано все приходят, поздно уходят, я не знаю, они все Слушай, это кайф, а сколько их всего получается Точильчиков? Он же не один, да? Двое 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 Один только Точильчик, а второй он вот полностью по форме Сколько гайчик, полтиков, ты посмотри, вон Да, да, да Тут есть вообще, по-моему, абсолютно Все идеально расставлено Каждый Вот они Вот они Во, 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 точно Не знаю, сам он их делает, не сам он их делает Мне кажется, как будто сам, это вообще А, ну вот они и лепятся, вот так, видишь, тут клей, вот этот клей ушли, блин клево Очень круто Круто, круто Ребята, это космическое место Есть, короче, такая фигня, ты знал, что когда коньки греют, он их, короче, потом заморозкой специальной пшикает, знал? Греет Ну, я не знаю, где она сейчас находится, но обычно он всегда, когда гореет коньки, он потом их заморозкой пшикает, так Это для чего? Я хрен не знаю Ну, наверное, чтобы остудились получше А вот это что у человека он с языком сделал? Опухоль какая-то вообще А это что за джетпак? Это дезинфекция, они ходят Здесь прям по раздевалке? Ну, ты чего? Чтобы сюда попасть тебе, ты чего? Тут есть просто все Просто все Так, ну тут то же самое Рэдбул, вода, Гатарейд, сладкая вода Да я думаю, что уж попить-то точно везде одно и то же Ну да, попить, ладно, попить точно везде одно и то же Ух ты Ух ты Тут целый мемориал Куб до Харки и Канельян А, кто выиграл Визину, кто выиграл Харт из Монреаля Да, да, да Кто какие-то офеи выигрывал и потихоньку она так заполняется, да у вас тут? Прикольно, прикольно, ладно Мы вот когда записывали все вот эти мои слова, я раз, наверное, пять не мог сказать нормально речь, потому что я до сих пор вот в шоке У меня слова и голова, она сейчас пустая, я пытаюсь просто вот реально насладиться, потому что это так кайфово Вот лично для меня, я не представляю, если бы я здесь жил, я бы, наверное, собрал бы всех своих друзей и вынудил бы их просто скинуться, чтобы взять абонемент пожизненно на этом катке и просто каждый вечер зимой приходить и вечером, вы посмотрите, какая красота вечером, когда все подсвечивается, эти все здания, это, наверное, вообще какой-то космос, эти готические купола Вы посмотрите, как они все торчат, этот город, эти разные постройки, какая вообще просто невероятнейшая панорама открывается, какой вид, да, что повезло, все здания низко, а это так высоко Видите, вот про ту, кстати, башню под наклоном я вам говорил Насколько просто я знаю, если, конечно, меня нигде никто не обманул и я правильно все прочитал, то она реально является самой наклоненной башней в мире, даже более наклонена, чем эта пизанская в олимпийском этом городке, парке Ну это, ребята, это просто, я не знаю, я вот хочу вам показать прям более, знаете, как-то масштабно, но вы посмотрите, какой кайф Идешь вот так играешь здесь с своими ребятами, с друзьями, и тут какой вид, и подсвечивается все, и свет, и тепло, и музыка, это просто, ребята, а Ну когда, когда у нас такое кто-нибудь, сделайте в России, в Москве сделайте кто-нибудь такую поляну, я скуплю у вас весь лед, если, не знаю, с видом где-нибудь на Кремль покататься, например Вот так вот люди работают и играют в хоккей в Канаде, так что мы охватываем не только профессиональный хоккей, но и любительский, вот он, друзья Вот обычные люди, как занимаются здесь хоккеем, в общем, топ-топ-топчик, может быть и дороговатые цены, немножко налет, но локация того стоит 100% Прекрасная арена на крыше, безусловно, красивая, и с ней мы уже разобрались Кстати говоря, у нее называется она Fabric 8, типа восьмерка, немножко даже похожая на логотип Александра Овечкина, нашего великого хоккеиста Но отношения он никакого не имеет к этой арене Я забыл добавить еще одну важную деталь В Канаде, например, считается нормальным, если вы в середине дня там пойдете и бахнете винчика или пивчика Вот как здесь, да, ребята, в мусорке лежит пиво, потому что они могут в течение дня даже некоторые взять там покататься И после этого выпить пиво, и как бы, ну, типа, это окей Здесь ничего в этом нет зазорного, никто не будет там смотреть на вас косо Не знаю, как у нас, но у нас вроде так не принято То есть у нас либо ты работаешь там в рабочую неделю, а на выходных уже отрываешься А здесь у них полный микс То есть когда и работаю, и фаню, вот это отчасти совокупность и работа, и удовольствие Мне кажется, что она вносит очень важную лепту, чтобы в жизни не было переработки и вот этой рутины Совмещать фан с работой, это определенно круто Поиграть, расслабиться там на барбекю, на пиве, на там спорте, да Это все равно такие разные методы отвлечения у каждого свои И при этом работать, то есть вот этот симбиоз, он помогает продлить жизнь, радость от работы И кайф от своего дела сто процентов Так что используйте вот эту эклектику, совмещайте разные, отдыхайте и не перерабатывайте Ну что, самое основное Главная раздевалка команды, в которой мы проводим, скорее всего, большее количество времени вообще своего Даже больше, чем на арене, на которой играем, потому что на арене, на которой играем, просто только играем там По правую сторону у нас таблички Здесь защитники в основном только сидят по правую сторону Нет, вот там, там таблички с этими, получается, составами каждого года Да, до вот до 18 года, до сезона 18-19, есть таблички Ну я не знаю, потому что еще не сделали, еще не повесили Вот Вся история, то есть каждого сезона, то есть там, я не знаю Я, кстати, наблюдал, а я смотрел за ней, мне вот только это интересно было А вот по левую сторону, пожалуйста, все игроки, которые Ну это самые легенды Самые легенды, да Ну ты посмотри, каких годов Так, проверка английского, что написано? Прочитать просто Наверное, из падающих рук мы кидаем факел, чтобы он был твой, и ты его держал высоко А здесь? Ну это уже по-французски? Это уже френч Так у тебя с френчем, это все вообще супер Да ты че? Чего? Ты как для Far Cry, как ты? Ага, мы меня просто, знаешь, просто говорили, я повторял как пластинка А, да ладно? Да Ну ты че думал? Ты че, язык не знаешь? Вообще не знаю Вот такой ты обманщик, а там фанаты-то сейчас думают Я играю действительно супер Я должен быть более успешным, компативным, тап Я играю фар-классистом, а теперь Оооо, бог ты мой, вот это, это что за извращение? Ты говори, это ноги мои видел? Ты хочешь сказать, в Канаде, вот вам не делают нормальных губочек вот этих? Тут же есть силиконовые всякие, нет? Самые лучшие Ну, у тебя... Самые лучшие Ты пробовал что-то другое? Ну блин, пожалуйста, значит Ооо, у тебя даже такие все вещи есть Пожалуйста, они давят просто Тут и носки, и каких-то, вообще ничего, да? Ничего не помогает, вот губки, только губки Отлично, дальше по форме Тут, ну ты такой этот, любитель вот этой старенькой, да, тоже формы? Так, самое качественное, самое лучшее Блин, я задолбался, был в ЦСКА, был еще в Крыльев Советов, был в Кросс-Армии, бился локтями постоянно У меня, блин... Ну, шишки прям, да? Постоянно И вообще, слушай, один раз так ударился, ну вообще просто, ну я не знаю, сколько он болел у меня В ЦСКА я еще ударился, ну кошмар вообще Еще в ЦСКА, Нестер мне посоветовал Вот такие вот, Йофа, да, как у него Он мне вообще еще щитки такие посоветовал, но щитки мне... Не понравились? Ну мне, я даже не пробовал Мне главное вот было, вот это вот, пофиксить, как бы, свою проблему Вот это вот, выраженицы подъехали Ну из игры, из игры, из игры тоже Такой-то, конечно, геймер Ты играешь, что ли, начал во что-то? Я всегда играл Во что? Ну, на плойке, на плойке, да? В Fortnite всегда играл А, в каст не начал? Да Тут вообще ничего необычного нет Я шлем возьму? Возьми Ничего необычного Тут такие нашивочки вам делают Типа игрок in hell, что ли? Ну, это LNH LNH А, тут начинка другая, я видел этот шлем Тут, по-моему, по-другому Это, который по слепку головы, да У тебя по слепку делают? И как, прикольный вообще шлем, нет? Вообще, офигенный, да? Офигенный, да? Мне тоже кажется Ну это топ Это очень удобно, мне кажется, когда он на голове Прям супер Кайф Так, визор, визор Ну визор тут вообще любые, наверное, можно, да? Брать, отказывать Есть кто тонирует, там в Анахаме парень тонирует Ты еще не надумал тонировать? Так вот, да, ну Не по игре Не по игре Вот это уже такие опытные фразочки Не по игре, не по игре Согласен, ладно, с трусами Обычно Ну тут все равно Вот я пытаюсь, когда хожу по клубам НХЛ Я всегда говорю, что они более защищены Ну нет разве? По сравнению с обычными, которые у нас в КХЛ выдают Я... Ты тоже, да? Не из этих, короче В общем, по форме вообще ничего нет у тебя особого У кого что особое? Ну давай посмотрим Давай посмотрим Давай посмотрим, что Ну кто-то же по-любому У всех же есть какие-то, знаешь, особые Вот свечки Давай вот самые звери Кто самые звери? Вот у самых зверей по-любому есть что-то интересное Ну про самые звери, естественно Получается, раз, два, три ловушки Три шлема Три блина Блина Ты будь уверен, что там еще три пары щитков просто не здесь У него своя, да? Там вообще какая-то история Ну он самый зверь, который Ну посмотри у него У него ролик, целый портфель Это все, вот он на каждую игру вот так вот То есть все равно все Да, да, да Получается тут ролик, коврик для растяжки Какой-то ролик Это, это ролик этот электрический Да Это пояс или что это? Тоже, да Такая же хрень, но какая-то крутая Да, пояс В общем, тоже для рекавери И портфель, наверное, тоже для восстановления Блин, ну прайс легенда Ты за ним вообще замечал какие-нибудь интересные фишки? Как он что-то там настраивается, нет? Ну, типа того, да Ну что он делает? Интересно? Ну он всегда один, то есть Он особо ни с кем не разговаривает Он, ну, достаточно перед игрой замк Ну вот Андерсон без носков, короче, катается, играет Носки не одевает Здесь почему? Он одевает носок у него, то есть вот посюда А снизу что находится? Где косметичка, кстати? На арене здесь А Тут тебя пустят О, у меня здесь есть Еще губочки? Губочки, я, кстати, вот эти выкинул, потому что они уже до свидания А это что? А, это тот самый биостильчик? Можно сказать В общем, Саня, ты вообще по классике А форма у вас там еще вторая, да? Другая Да, да, еще такой прикол У нас две пары формы Ну, и одинаковые, прям Да, то есть это вообще не мой наплечник, как бы, не мой родной Мой еще, мой наплечник, он еще с крылья советов Аааа Ему, наверное, лет уже больше десяти, скорее всего Какой у тебя? Это Бауэр у меня Просто Просто удобно и просто что-то Какая-то вот такая фишка Как у Лаприза, знаешь, у него тоже какой-то там наплечник там с пяти лет Буфеты, вот в Ледовом дворце тренировочном Монреале, они прям такие же классные, как и буфеты в Ледовом дворце тренировочном Монреале Буфеты на основных аренах, та же самая популярная сеть там всяких этих биц, те же самые какие-то хот-доги там, не знаю, пиво, попкорны, ну прям все для развлекухи, потому что, наверное, здесь проходят матчи детские, я так понимаю И из-за этого они стараются делать все уровнем не ниже, чем на основной арене, на которую, к сожалению, мы не сможем побывать Тренер показывает хоккеистам упражнения, вот они просто ведут шайбу, то одной рукой, то второй рукой, то есть тут такие прям тренировки, я не знаю, откуда он вообще берет эти упражнения Хоккеист должен взять в руки клюшку, сначала это было в удобной руке, видите, теперь все дети берут ее наоборот, в неудобную, до этого было в удобной руке И ведут, то есть просто шайбу, тренер там смотрит свой конспектик, то есть вы понимаете, да, что это типичный родитель, это даже не тренер из наших предыдущих выпусков Он посмотрел в конспектик, понял, как поменять положение рук в следующий раз, вот видите, да, сбоку ведете, с другого боку ведете То есть прям азы, азы для детишек, и это не отбивает у них желание к хоккею Я поменяюсь, честно признаться, я сам не кайфую от такой съемки на телефон, но я ничего не могу с этим поделать, потому что только так здесь можно снимать И я сейчас хочу показать вам еще один фрагмент тренировки и сказать такую вещь, что я пытаюсь все это время понять философию Почему вот здесь игроки становятся теми, да, кем они становятся, почему они настолько в порядке И вот посмотрите вот это видео просто сейчас Один спрашивал сейчас у другого, как мне, похоже, тренировать вратаря Никто не знает, как это делать, он ему так показал пару движений, и этот чувак сейчас будет что-то исполнять Вот подтягиваются родители на тренировочку, ну то есть на льду все равно тотальный хаос творится Тут кто в лес, кто по траве, ты вообще не понимаешь, что происходит Это похоже на удержание шайбы или на какую-то игру в кроссового, когда там один против всех В общем, я не знаю, но прикольно, прикольно, необычно То есть, видите, один человек пытается закрыть шайбу от всех, получается, как-то две шайбы дают и играют на удержание То есть на контроль, чтобы не бояться шайбы, не расставаться с ней Такой направленности вот упражненницы В одной зонке детки вот так катаются Там вот тренер мучается вообще, он не понимает просто, что дать этому вратарю Вратарь стоит, как бы он здесь Так, тренер тем временем добавляет еще одну шайбу, судя по всему, к этой игре Их становится уже три, наверное А то как-то ребята не очень охотно играли в эту игру Все, кстати, как у нас в России, также папочки вообще простые Привозят на простых машинах на поло своих детишек То есть никаких понтов Детки так же, как у нас, кто-то переодевается дома в полную форму и идет на тренировку Кто-то идет с баулом, кому-то баул катит мама, кому-то папа То есть все абсолютно то же самое Просто вот тренировочный подход немного другой У нас же он, несмотря на то, что более такой официальный с самого детства Но хоккеистов особо не выходит Прям, да, чемпионаты у нас не так выигрываются активно, как в Канаде Здесь же вот такой фан, и это помогает Так что надо брать на заметку Тем временем вратарские тренировки проходят вот так То есть вратарь, я не знаю, откуда у него техника там какая-либо Потому что я вообще слабо верю в то, что этот человек, который еле стоит на коньках И еле бросает эту шайбу, не пойми куда, знает о том, что он дает вратарю Наверное, вратарь ходит на какие-то доп. тренировки, где его учат отрабатывать элементы Может, оттуда техника берется, я не знаю Но этот чувак, он явно не похож на тренера И я бы не хотел, чтобы с моим ребенком в детстве работали вот так Ну, толкозно смотрите, правда Первое упражнение было контроль шайбы Чтобы каждый игрок поиграл с шайбой То есть он подбирает шайбу, и один против всех, как бы, задача сохранить ее И кидаются три шайбы, чтобы, ну, было интереснее Три участника было, а все у них отбирают А сейчас тема вообще другая И поначалу они пытались играть в пас Я не знаю только, что случилось сейчас Сейчас почему-то снова переросло в удержании Причем к этой всей истории подключился тренер Который пытался им активно что-то объяснить сначала После чего, я так понимаю, задача была сначала отработать индивидуальные навыки А потом уже игру в пас И то есть, друзья, я очень долго пытался понять В чем же здесь философия, в чем же подвох И вот, наверное, правда Если вывести вот такую квинтесенцию из этого всего То самая главная философия и суть Это не отбивать желание у ребенка Играть в хоккей Давать ему максимально разнообразные и интересные упражнения Чтобы он получал от них удовольствие Да, это по-любому ни бега, ни челноки Ни какие-то соревновательные даже истории Это просто вот общая такая группа Для того, чтобы вот получить какие-то базовые упражнения Базовые вещи А дальше на этой базе, ну, делай что хочешь Но тренировки все в основном простые, фановые, базовые И вот в этом, наверное, есть прикол Что кого цепляет база Кому нравится Тот идет там, да, дальше что-то делать Вот сейчас они поиграли в начале тренировки Сейчас какой-то дриблинг поделали на техничку Не знаю, что будет дальше Но вот, блин, это прикольно Это очень прикольно Потому что у нас все-таки все настроено на то Чтобы с самого начала прям дать максимум Дать максимум объема информации Заложить в ребенка Чтобы он был готов Чтобы он был машиной, зверем Здесь это ребенок, это там светлый ангелочек Который должен выходить На него они должны кричать Он должен заниматься тем, чем ему нравится А когда вырастет, пусть сам там выбирает Мы просто даем ему базу, то, что должны И потом уже пусть делает, что хочет То есть здесь такого формата И все по этому тренировке, видите, они вот такие лайтовые То есть они до сих пор ездят с этими шайбами и клюшками И до сих пор просто водят их То одной, то двумя руками То слева, то справа, то по центру Прям классика-классика Поэтому супер каких-то методик, наверное, инновационных Здесь не ждите Больше, наверное, это вот та идея, да И та философия, которую они несут Чтобы дети раскрывались Вот, наверное, вот это и есть суть Почему здесь все вот так Потому что здесь люди с самого детства понимают Что это удовольствие А на базе удовольствия они получают кайф от игры А на кайфе на этом накладываются, да Какие-то их навыки, какая-то импровизация Желание сделать что-то больше Больше потренироваться Больше там забить в игре, больше финтов применить Потому что здесь за это никто не ругает И не бьет по рукам То есть простота Простота, простота, удовольствие и фан Вот и все Вот и вся, наверное, суть и система Упражнения-то они одни и те же То есть здесь нового ничего ты не придумаешь И как ни крути, велосипед уже изобрели Поэтому вот так Посмотрите, вон тренер опять, да Бежит, то есть ведет просто шайбочку и все Вот вся тренировка, я говорю Вон человек, второй тренер Он вообще, он без шайбы делает Потому что он не может сделать это с шайбой, спиной кататься А вы говорите о том, что тут какие-то супер тренеры Родители тут тренеры, родители Так, тут что? Это команды турнирные таблицы Ну да, турнирные таблицы Окей Дальше мы идем в медикл Ну давайте медикл, мы уж не будем заходить сюда Потому что они особо и не были рады, что мы придем Можно, конечно, снять то, что там лекарства На любой случай вообще жизни Конечно Там целая, там в аптеке, по-моему Там аптека, да Там аптека А тут, короче, такая фигня Ух ты Это у пацанов есть проблемы с спиной Они вот эту фигню берут себе на пояс И греют спину себе Ну или что-то греют, короче Помогают, да? Ну не просто так они вот эту фигню Снижают, что там, оттеку Саш, ну я в шоке Тараганчики Тут на целую команду пистолеты, ролики эти Вы только посмотрите Ну это просто тут любую помощь можно получить Тут, я не знаю, АКГ, зашить, перешить Что хочешь, никуда ехать Да, на этом еще на катке То есть сразу же Комната рентгена То есть вот так вот Все там, да? Да, 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 сразу же Все расписано, вся тренировка Ну зал сейчас короткий Все, все коротко Что в основном в зале здесь делаете? Когда приходите Командных их нету залов, да? У вас или есть? Нет, нет такой фигни, что Типа все вместе ОФП? Да, такого естественно нет Это, конечно, наверное, для России Не... Вообще не понимаю Вообще не понятно, что это Но в основном мы работаем Не со штангой Ну со штангой тоже Но вот в основном Вот с этими Вот Например, что ты тут делаешь? Тут какой-то счетчик есть Что это такое? Ну Количество Прибавляешь Мощность, количество повторений Где это прибавляется? Да, вот видишь Тут прибавляется Вес Вес как бы, да Упражнение это как раз Намного полезнее Чем ты будешь штангу Рвать здесь спину Хотя со штангой тоже Видишь, мы занимаемся И у нас Три станка А что это за диски вот эти? Ты видишь У них все на дисках Это тоже Очень крутая тема Вот так вот работает То есть ты тянешь Он тебя обратно тянет Мы вот такое вот Упражнение часто делаем То есть Он тебя обратно потянет То есть Он тут твой вес Клево Цепи, блины Тут Ну в общем полный Вообще инвентарь Все Зинки Все, все, все Вообще Ну сейчас видишь Тут не очень все убрано Но вообще Если это все разобрать Вот как это Когда ты приходишь на сезон Вот тут вообще просто бомба У нас неделя была отдыха Мы пришли И вот здесь вот прыгали Смотрят Насколько ты там готов Не готов Надо было прыгнуть Больше 41 Ой, пяти Ты сколько прыгнул? 55 Наверное, где-то повлияет на Всякие мячики Всякие Ну, все на свете Я думаю, это самая длинная Экскурсия вообще Которую Ну и раздевалка самая большая Так, это все Или еще что-то? Ну в основном все Ну в основном все Только если вот Показать вот этот Огромный Ангар с футбольным полем Там в общем большое футбольное поле Огромное настоящее футбольное поле Прям с травой или С искусственной травой Субтитры сделал DimaTorzok Атмосферу с матчем мы вам показали Показали вам и онлайн-экскурсию По дворцу, наверное Про город все рассказали Про историю команды рассказали В раздевалке побывали Единственный момент, который Не удалось действительно сделать Это вот интервью с Сашей Еще один фактор Было уже поздно Это практически там Одиннадцатый-двенадцатый час ночи А у Саши завтра В восемь утра раскатка И плюс игра Первая игра после уикенда И так у команды Как бы дела не очень Плюс вот эти все игры Выходные В общем все наслоилось Вот так друг на друга И все получилось не в нашу пользу В любом случае В первую очередь Самое главное Это пацаны Это их карьера Это их удобство И как и для меня Я бы даже не стал Делать интервью Я бы мог где-то попросить Саню его сделать Но нет Это не в нашем стиле И отчасти ребята И дают нам Делать такой материал Потому что мы их уважаем Мы к ним относимся С огромным уважением И всегда понимаем Их какие-то хотелки Поэтому Саня Самое главное Хоккей Все остальные Эти съемки Интервьюшки И это все потом Это можно сделать в Москве Что-то мало вообще Как-то не знаю Все что-ли Все раздевалки Ну вот да Блин Такая история У клуба Не могли побольше сделать Торпеда Был в раздевалке Как-нибудь Ты был? Был И что? Нормальная раздевалка Не то что У вас пододелали О, слушай А это что такое? Performance plates О, смотри Тут прям Диета Это Роспись Easy day Hard day Типа Когда тяжелый день Ты должен отдавать преимущество Углеводов 50% Протеина Чуть меньше Чем половина Ну где-то 20% Да 5% Фрукты И овощи Получается Практически тоже 25% И где-то 5% Своровали у белка Это жиры Слушай, клевая табличка Это получается В легкий день Ты должен больше есть Овощей И рацион состоять Из углеводов И протеинов То есть протеина Смотри, всегда одно количество Да, да И чего там Варьируют Столько фрукты С углеводами Короче варить А вот это Мудрый день Это типа средний день И это Легкий, средний Тяжелый Ну можно так сказать Да Ну вот это тоже Интересно Что Как ты себя чувствуешь Ну да Как ты себя чувствуешь Загружен Устал Ты задаешь себе Два вопроса Правильно? Вот эти два вопроса Ну да Есть еще загружен Батулка воды Бахни водички Из nutrition Ты будешь Батулку воды И 35 там Грамм протеина 25-35 протеина Дальше Из активности Если ты загружен Тебя прогулка 20 минут растяжки И ролик Ролик Что пить? А, по воде Получается 10-15 минут А, да, да Наверное Как расслабляться Там типа ваня Ну ваня Да, да, да Вот И потом пассивно То есть 20 минут штанов Нормотек Вот эти Которые ноги сжимают Опять же Где ты их найдешь? Здесь нежно? Ну заказывать надо Не, не Они, кстати, перед сезоном Предлагали Что же вообще топовая тема? Это охрененная вещь Я никогда, честно говоря У тебя эти игры Попробуй, это топ Просто Только там, знаешь, продавали За 3-3,5 тысячи долларов На все тело На хрен Слушай, ну че, это же инвестиция Там вон у Кита вообще целая лаборатория дома Он как встает с утра И начинает У Сергача тоже штаны, по-моему, куплены Так, подожди Теперь Если ты чувствуешь себя херово Тебе нужно Ну фатик, да Я пойду переведу? Что такое фатик? Ну кто-то может перевести Давай, давай я переведу Усталый А сорт че такое тогда? Ну забитый, скорее всего, правильно? Больной Если ты устал, а не болен То замени белки на углеводы Из активной прогулки Если ты устал, сделай Кардионазал, если ты устал Это у нас в России, по-моему, тренеры По такой теме живут Если ты устал, давай на полочке Кардионазал Разбежимся Так, потом 15 минут сауна Паровая или горячая Это нормальная тема И тут Дневной сон Менее чем 30 минут Или больше чем 90 минут Может быть, потому что Ты вот эту стадию глубокого сна Проходишь какую-то Вот, возможно, вот эту фигню Потому что ты же знаешь, когда вот Перед игрой, допустим, если ты поспишь Даже 20 минут Или там Я не знаю Ты будешь валяться Спать не хотеть Но вот на 15 минут Допустим Уснешь, то проснешься Как пет свежий А бывает там Спишь по 2 часа Просыпаешься Такой, ё-моё Да Да, я пойду Согласен Топчем тему Монреаль был последним городом В первой части нашего турне Завтра мы уезжаем в Европу Получать американскую визу Поэтому всем спасибо за просмотр Нам предстоит рабочая ночка Вы были на канале Черкас Атлант С вами Михаил Черкасов Я надеюсь, этот выпуск был полезен И он вам понравился Мы начинаем новую серию выпусков На нашем канале Это серия выпусков Из Монреаля Миллион долларов в Ванкувере Что вы можете купить себе Из недвижимости В центре города Ванкувер Ни-че-го Монреале Квартиру в центре города Машину себе Машину любимой жене Если вы не знаете французский Ссуваться в Монреаль Смысла нет Если хоккей Жил бы в каком-то городе Он бы жил в Монреале В наших выпусках Сейчас будет несколько героев Первым героем нашего выпуска Станет бывший хоккеист Дима Левин Не берут по голам По очкам Именно берут Для решения задачи Которая выиграет золото В хоккей со стороны Именно человека У которого нет контракта Сен-Хэл И он может говорить Свободно и открыто Высказываясь на все темы Есть вот топовые команды Молодежки Как минимум у них бюджет С того, что они делают С болельщиков С билетов С спонсоров Они с этих денег Могут иметь такой бюджет Который будет Ну как минимум Больше, чем Половина лиги КХЛ Мы идем в гости К Анне Щербатовой Ну смотри Ты сыграешь Одну-две игры Ну ты подпишешь Свой контракт А потом ты засядешь В наше время Без катания Ты не можешь Наша русская женщина Которая переехала сюда В 90-х И создала школу Про которую знает практически каждый Наверное человек Который занимается Хоккеем в Монреале Если сравнивать КХЛ Насколько большая пропасть В катании Многие очень широко катаются И очень теряют скорость Большую У кого Лучшее катание Которое вы вообще видели У Макдэвиду нет Какой-то супер школы Он такой Как самородок Насколько тяжело Эмигрировать в Монреаль Почему команду Преследует серия поражений С чем это связано Почему Любой бармен Из Монреаля Может стать Тренером Монреаль Канадиен Топовый бомбардир Лиги В WHL Его не пригласили На сборы Даже Рыдал В офисе У тренера Мягко говоря Офигел от того Насколько тут дорого Если кто-то из вас Рассчитывает Насладиться Вождением автомобиля В Монреале Забудьте Много вопросов По поводу Шнуровки конька Как завязывать В каждом Абсолютно Ресторане Банке Кафе Есть символика Монреаль Канадиенс Каждый Пятый Или четвертый Магазин На улице Это вот такой Сувенирный шов Это нога Нет Вот она Вот руки Группа здоровья И тут его не берут В сборную команду Когда у него В сезоне По очкам И по голам Он уже больше набрал Чем скорее всего Многие хоккеисты Которые там На турнире Этот выпуск Будет наполнен Максимально Интересной информацией Как раз вот теми Самыми мелочами И нюансами Про которые мы так Все хотим знать